привет всем я немножко приболел чувствую себя не очень хорошо но это никакой роли вообще не играет ни в чем абсолютно потому что как говорили мои старшие товарищи когда я был совсем маленький рок-н-ролл надо слушать и все наладится и я болею сижу дома слушаю рок-н-ролл вот начал слушать точнее не начала уже раз 5 наверно слушать вот замечательную пластинку 2022 года воевод который мне очень понравилось они мы поговорим отдельно как-нибудь потом потому что я услышал в ней очень много знакомого не то чтобы плагиата каких-то прямых заимствований но настроение построение композицией вообще как бы смысл этой музыки что-то мне напоминал очень сильно напоминал мне конечно же группу которая музыка который очень явно читается власти в этой пластинке воевод а именно вот этот альбом king crimson под названием рад 1974 года издания пластинка в свое время свела с ума многих из нас потому что до сих пор многие считают лучшие вообще пластинка king crimson которая сносит башню открывает чакры поднимает настроение или погружает депрессию что одно и то же абсолютно на самом деле тем не менее пластинка все равно хорошая даже несмотря на такие отзывы массового слушателя фриб называл эту пластинку последним альбомом рока ну в смысле тяжелого рока последним альбомом рок-группа играющий тяжелый рок и последним альбомом групп тире динозавров и он оказался прав на самом деле он сказал что динозавры вымрут после 1974 года и появится масса маленьких мобильных коллективов которые будут играть рок музыку но уже совершенно другую так оно и вышло но не в том смысле что прямо наступил 75 год и группы есть genesis и все остальные тут же прекратили свое существование нет они не прекратили свое существование но они кардинально изменились потому что группа есть еще все-таки записала в 77 году громоподобные гигантский альбом going for the one очень хорошие очень люблю но на этом первая часть группы есть закончилась пошел тормата пошла драма и пошла вообще совершенно другая музыка хотя это все тот же есть вроде бы да все хорошо андерсон но музыка тембры ритмы построение стали другими плавненько незаметненько но все изменилось про genesis я уж и вообще не говорю там совершенно другая музыка пошла после 75 года как будто это другая группа хотя на самом деле группа та же и мне она нравится кстати даже больше чем габриеловский период genesis хотя многие меня сейчас распнут как как я уже говорил четвертуют и останки заключат в петропавловскую крепость на сто лет это я курёхина цитирую он очень любил так выражаться ну и до после этой пластинки группа king crimson перестала существовать а фрип занялся сольными делами но он 73 года уже записывал соль на альбом и там но пусть и футинг и в ним star 75 года экспоза прекрасный альбом вот этот got safe the queen который мне очень нравится здесь даже поет дэвид берн немножко в одной песне это 80 год 81 году вышел шикарные совершенно диск от которого мы тоже все сходили с ума мы это я и мои друзья а также молодые музыканты города санкт-петербург города ленинграда которые играли рок-музыку и старались играть ее современно как-то это чудесный альбом лиги лига джентльменов о нем мы потом отдельно тоже поговорим но я возвращаюсь к пластинке red что здесь такого хорошего ну как я уже сказал это последний альбом рок-групп вообще в принципе как считал фрип критики хвалят его я говорил о том что слушатели хвалят и при приходят в восторг этой пластинки критики тоже хвалят но достаточно умеренно и в принципе я согласен и с теми и с другими потому что с одной стороны я безусловно прихожу в восторг от этой музыки от этой пластинке особенно от некоторых ее эпизодов а с другой стороны ведь перед ней были два таких шедевра как ларк стонгс и наспек и собственно говоря star wars and bible black это шедевральные альбомы о них тоже будем говорить отдельно потому что каждый из них достоин там трехчасового рассказа что там там столько всего происходит столько всего интересного а так они необычны так они самодостаточны и так они стоят особняком вообще во всей рок музыки и так они были хороши что это не могло не закончится и закончилось это альбомом red в котором соединились и те музыканты которые играли еще в семьдесят втором году с фрипом на пластинке islands и джон в этом с дэвидом кроссом этот третий альбом с их участием уже здесь на двух предыдущих тоже играл джон в этом и играл кросс и пел джон в это естественно здесь критики красота агония групп знаете похоже на самом деле похоже на агонию но агония такая мощная такая дикая безумная никакая не там агония агония когда летят кирпичи во все стороны стены разваливаются так все здорово однажды мне посчастливилось быть на концерте в каких-то глубоких 90-х или в конце 90-х в начале двухтысячных я уже не помню на концерте в клубе санкт-петербургском под названием старый дом который держала группа король и шут и в этом клубе играли пэт мастелотто и трейган тоже участники группы king crimson определенного периода помните да пэт мастелотто и трейган мастелотто ударная трейган вар гитара стик и вар гитара это немножко разные инструменты я ни на том ни на другом не умею играть но тем не менее и они вдвоем устроили такой потрясающий концерт играли час с лишним и на бис сыграли композицию red с этого альбома вдвоем на вар гитаре и на куче ударных прозвучало очень круто и люди бросились танцевать под этот самый red это было очень смешно но прямо в пляс все пустились несмотря на то что пьеса мрачная тяжелая завораживающая вся построена на вот таких колоссальных рифах как и весь этот альбом здесь рифы по масштабу по своему по мощи по широте по ширине ну они сравнимы наверное с первым альбомом с 20th century sky the red man грандиозные совершенно такие штуки очень мрачные очень депрессивные но очень роковые очень быстрые забойные быстрые не в смысле да 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 быстрые а качающие такие недаром скажу подряд все кинулись танцевать это было здорово но на пластинке все гораздо страшнее звучит и здесь флип наверное вспомнил все вспомнил все что он сыграл в группе king crimson с самого начала и до рэда потому что не зря он пригласил все таки музыкантов из старых составов в частности робина миллера марка черринга на корнете ян макдональд саксофон мэл коллинз сопрано саксофон дэвид кросс скрипка ну они здесь написано как специальное спасибо как бы они так стороне были давид кросс вообще ушел из группы в процессе записи этого альбома но успел наиграть очень много основной состав мы видим здесь роберт фриб билл бруфорд ударные и джон в этом со своим грандиозным басом в этом всегда играл грандиозно громко звенящие зло рычаще его бас узнаваем его манера такая что ни с кем не перепутаешь он очень очень громкий бас-гитарист и наиграл где он только не играл на самом деле в этом столько групп начиная там с группы family прекрасные одной из моих любимых групп 60-70-х годов английской и там дальше 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 много 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 и и в рок группах и в глэм и в джаз рок командах очень много ну ну так вот fallen angel следующая песня написанная лирическая часть написанная вэттоном он вообще мастер по-хорошему таких завораживающих поп мелодий которые сразу садятся на ухо и навсегда запоминаешь их и там бур голоса его конечно прекрасен такой печальный мужской с одной стороны жесткий с другой стороны бархатные как такая как мелко-мелкая наждачная бумага но очень мелкая такая знаете бывает для полировки вот такой тембр и в этом самом fallen angel фрип уже показывает то на чем весь этот альбом и выстроен собственно и чем он отличается от многих других практически от всех пластину king crimson когда духовая секция начинает играть так такую историю в сторону фри джаза немножко сверху появляется гитара фриппа солирующая на одной ноте и вот это одна нота она проходит через весь практически альбом везде он вставляет вот эти вот однонотные такие проходы очень это очень странно очень тревожно звучит потому что мы привыкли к тому что фрип играет много по-разному по-всякому в джаз во фри джаз в рок в психоделию здесь такие у него напряженные штучки one more and red nightmare 7-минутная чуть больше 7 минут тоже ваттоновская лирика но такая страшная страшная роковая но тем не менее узнаваемая абсолютно и очень громкая игра группы вспоминается первая пластинка вспоминается вторая пластинка но вспоминается все время твентифишен сенчерский дзоидмен здесь все время проходит наверное за счет духовой секции отличный за счет скрипки кросса которая здесь очень хороша а вторая сторона это уже гимн прощение просим с одной стороны гимн с другой стороны прощания с king crimson который возродится только восемьдесят первом году у нас а до этого будет пауза когда фри будет заниматься сольным творчеством когда он будет играть с питером гэбриэлом с дэвидом боу и с кучей еще музыкантов и в разных проектах я же не говорю про брайана и на и про сольные записи фри по провиденс на 8 минут произведения авангардная его невозможно назвать не фри джазом не авангардом даже хотя я и сказал сначала что это авангардная штука не классической джаз по импровизации не рок импровизации это музыка в стиле king crimson другого я не могу подобрать аналогов нет этой музыки хотя это импровизационная такая штука групповая импровизация ну и конечно starless последняя вещь это все это на разрыв души что называется гениальная по композиции умопомрачительная по идее по задумке по структуре это одна из самых великолепных песен или композиции в рок-музыке вообще хотя она длинная 12 лишним минут построенная на двух вещах на прекрасной музыкальной фразе гитары фри по вот это ну я не буду повторять я не могу и всего горло и всего там послушайте просто эта фраза она сразу она проникает сразу в душу раз вот фри по повторяет два раза и все и ты уже куплен ты уже там ты уже с ним ты уже его человек только так потом эта фраза развивается начинает петь в этом вокруг этой музыкальной фразы гитарной строится голосовая партия а потом начинается главная штука который я называл в свое время самым лучшим гитарным соло из всех которые я слышал в жизни включая джимми хендрикса включая кого угодно это очень длинная соло построенная не то чтобы на одной ноте потому что аккорды меняются нота следует за аккордами в тонику играет но все время играется одна нота и это так звучит это так затягивает так завораживает потом меняется темп звучит сначала чистая чистый звук чистая гитарка петин 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 потом идет перегруз с овердрайвом она начинает играть неистово с бэндами вот эта нота вытягивается и рвет тебя на куски и заканчивается все тут те всей группой с саксофоном выходит на ту самую заглавную музыкальную фразу которую вначале сыграл фрик это потрясающая вещь описать ее словами невозможно я всем тем кто не слышал старлес советую послушать эту штуку и она останется с вами навсегда уж поверьте это одно из лучших явлений одно из главных чудес рок-музыки red king crimson 1974 год в силу того что приболел пойду пить наверное скоро увидимся пока